Как вы уже заметили, у нас долго не выходили видео, и я сейчас объясню почему. Наснимали мы, конечно, кучу всего интересного, и я даже в среду специально ездил на открытие Семиланских островов. Я был первый, кто ступил в этом сезоне на землю Семиланских островов. Но так получилось, что после того, как мы списали всю информацию на Винчестер, он грохнулся. Просто тупо грохнулся веник. Пришлось покупать новый, а вся информация, которая была, благополучно потеряна. Честно говоря, это очень жалко, потому что там было снято довольно много еще на будущие видео. Короче говоря, все потеряно. Нет ничего. Так что, можно сказать, начинаем жизнь с чистого листа. Дамы и господа, мы снова в гостях у нашего любимого Алексея. Ну, у вашего любимого, ладно, давайте будем честны. Я то, что проснулся. Да? То есть у тебя с утра такое лицо? Я думал, у тебя все время такое. Ну, вообще все время, но я то, что проснулся еще разговариваю. Нормально, блин, 11 часов, начало 12. Если кто не знает, смотрите, какая красивая хата с краю у Алексея. Моя хата с краю. И сейчас мы поедем покатаемся по острову. Может быть, что-нибудь вам покажем интересного. Заодно там по делам заскочим. Кстати, мне надо забрать, наконец-то, разрешение на мой байк. Ну, в смысле, это самое, зеленую, гринбук. Так это же в той же стране. Да, по дороге как раз, да. Так что, заодно и то, что мы начали когда-то, сегодня закончим, собственно говоря. Господа, нет ничего лучше, чем по дороге просто заехать в 7-11, взять кофейку и покурить. На барной стойке у Алексея. На барной стойке у Алексея на заправке. У меня тут пирожки, картошка, пахлава. Пахлава, да, картошка, все как надо. С капустой есть. Вот такие у нас смешные шутки. Приезжайте. Приезжайте на Пукет вообще, друзья мои. Просто приезжайте на Пукет и привезите вместо вот этого говна селедку, пожалуйста. Эй, он мне не говно дала. Смотри, у меня все дороже здесь. Дамы и господа, как вы помните, некоторое время назад, там что-то около недели назад я проходил регистрацию байка для продления на год. Оставил все документы, мне сказали там прийти через 3 дня, но были праздники, я не пришел. И вот сегодня наконец-то надо забирать. Забирать мою гринбук, так называемый. То есть книжка владельца байка. И делается это, мы возвращаемся сюда, опять же, где мы и были, как вы помните. Здесь это забирается. Капунка. Ага, капунка. Собственно, все на год продлено. Отлично. Дамы и господа, в общем, у нас тут меняется погода потихуя. И мы решили слегка еще на байке. Конечно, быстро и удобно, это все здорово. Но такое при плохой погоде. Поэтому мы решили пересесть на машину. Теперь у нас Алексей, ведущий. Ведущий телеканала ОРТ. Драйвер. ОРТ. И мы сегодня хотим вам показать пляж Найхарн, как выглядит в начале сезона. Очень многие люди, особенно с детьми, приезжают на пляж Найхарн и спрашивают, а как там, что там сейчас, там же меняется каждый год что-то. Вот мы решили сгонять на пляж Найхарн и показать вам, что да как. И, внимание, вот он. Да не ты. Пляж Найхарн, дамы и господа. Смотрите, ни волны, ни фига. Вообще, просто идеальная погода. Называется высокий сезон. Очень круто. Не, ну согласись, Леха. Волны нет. Прям, ну не знаю, купайся, не хочу, называется. Очень круто. Я после рассказа здесь будут были огромнейшие волны. Ага, все, вот это называется высокий сезон. 18-го числа, как-то и говорил. Да, 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 да. 12 ночи. Все, началось, да. Смотрите, народу не очень много. В основном все скопились вот там вот дальше. Ну и то так себе. Но, в принципе, пляж Найхарн никогда не был особо плотно забит людьми. Да, значит, здесь все хорошо. Песочек проверили. Песочек нормальный. Там с детьми можно купаться, как вы помните. Там есть этот маленький загон для детей. Туалет. Сам-то туалет. Там маленький, этот бассейнчик такой, как бы. Туда сливают? А, ну ладно. Ну такое. Теперь надо посмотреть, что у нас изменилось с этими, с ресторанчиками. А, вот здесь, кстати, видите, тоже маленький такой не то буфет, не то барчик. Можно купить какой-то воды. И я понимаю кокосы. Если они не для красоты там стоят. Нас заманивают, здороваются. Нас заманивают, здороваются с нами. Леха тоже здоровается. Привет, привет. Какие все доброжелательные. С ума сойти. Давайте посмотрим по ценам. Потому что я смотрю, с ресторанами ничего не произошло. Все на месте. Меню. Ну, уже сразу видно по ценам, что дороговато. Прямо скажем. Рыба, блин, 450. 450. Ни хрена себе слушают здесь цены. Обычный, вон, жареная говядина с базиликом, 200. Блин, сумас, иди. Что за цены такие высокие? Зато вкус, да-да-да, зато туристическое место. А давай вот здесь посмотрим, что за цены. А вот, например, давайте по том-яму, потомка, маршрум суп. Сколько? 100. Ну, это нормально, более-менее. Том-ям-ямой? Том-ям. Том-ям 150-180. Не, ну, нормально, тоже более-менее. Массаж, массаж тут же тоже. А с этим массаж сколько здесь стоит? Давай посмотрим. Массаж, значит, таймассаж 300. Массаж ног 300. Оилл 400. В общем, все то же самое, только на 100 бат дороже, чем в Пукеттауне. Так, здесь у нас улица такая, ну, как улица, въезд на Найхарн. Там пляжи, там отели. Здесь стандартно у нас массажные салоны и магазинчики небольшие. И ресторан. Вот раньше вот здесь вот в конце был как раз русский ресторан, а сейчас его закрыли. Видишь, нету нифига. Жалко, вот здесь вот хороший был ресторанчик, кстати. Все меняется, господа, русского ресторана здесь больше нет. Мы тут решили все-таки испробовать еду в местном ресторане. Тем более, мы слегка проголодались. По тай. Что куриные, что морепродукты по 120 бат. И Монинг Глори. Я не помню, сколько она стоит. Около 100 бат что-то там, да, такое? 180. Ну или 180. Короче говоря, вполне себе даже нормально и недорого. Да стой старинною, да семиструнною, что по ночам так мутило меня. И поехали. Мы поклонники современной музыки. Вот это Найхарн, друзья мои. Вот когда ездишь на машине здесь, вот я очень не люблю здесь ездить. Потому что непонятно вас, когда, в какой момент выскочат вот эти вот туристы, которые здесь живут. В трусах. В трусах, да, опять же. Либо байкеры-туристы. Что еще страшнее, собственно говоря. Здесь я, кстати, упал, помню, как-то разу. Ты упал здесь? Да, я ехал пьяный после Рагибара. Здесь, кстати, недалеко есть Рагибар, это охрененное место, такое заведение. Еду синий на байке без шлема. Прям вот вообще в неминозу. Как-то так получилось, что я нажался очень сильно. Так получилось, просто случайно. Не случайно. Конечно, конечно. Просто случайно. Причем мне еще стыдно, но я украл оттуда стакан. Мне понравился стакан, на нем было написано Рагибар. Скажи, это сейчас очень важно для истории вообще, что ты упал? Стакан как-то повлиял. А, я забыл, что я говорю просто. В общем, примерно в этой части стоял пост. ДПС наш русский. Ага, то есть кордон обычный. Кордон, да, обычный кордон. Меня останавливают, и проверка документов, видимо, я останавливаюсь, синий, без шлема. Забываю поставить подножку. У меня падает байк перед этим компом. И ты пал его прямо перед ними. Да, и он говорит, типа, ваши документики, я вам показываю права, все, стою, показываю, проверяет. А у них рейд на наркотики был. То есть они... А, ну если наркотики, то больше ничего. Да, я был синюшный в калишке. Они, конечно, проверили, не нашли у меня, естественно, никаких наркотиков. И говорят, счастливого пути, я говорю, свидания. С свидания. С свидания, да. Я сел и шлем не одел, дальше поехал. Потому что если у них есть рейд именно только на наркотики, можете бухими гонять. Не ездите пьяными, конечно, никогда, но... Ну, и хорошо, что ты так сказал, я хотел тоже добавить сейчас. Вот такие вот правила у них. Если наркотики, наркотики. Если бухло, то бухло. Два, в принципе, не бывает. Три, так бывает, чтобы сразу все искали. Ну, то есть, да, если едешь, наркотиков нет, но ты в калину просто. Да, ладно, езжай. До свидания. Господа, мы приехали в такое довольно интересное место здесь на Пукете. Вот часто спрашивают, а где же делают, ремонтируют машины, если по страховке? Вот оказывается, вот это и есть мастерская, которая чинит по страховкам именно. Ну, одна из, естественно, таких много мастерских. Я сначала, честно говоря, думал, что это делают в серьезных сервисных центрах. А здесь, ну, вот просто в поле практически, в деревне. Ну, нет, это огромный, конечно, сервисный центр, так назовем это, да? Но, блин, я думал, что это как-то более-менее официально будет, имеется в виду здание какое-то красивое с брендом. И здесь дофига всяких машин, ну, прям очень много. И есть машины, которые, видимо, ну, которым, видимо, капец. Вот, смотрите, кладбище машин, смотрите, какая красота. Вот это я понимаю, блин, все поросло травой уже, они там уже в землю вросли практически. Вот это называется природа забирает свое. Очень круто, конечно. Че, просто вот некоторые даже не видно, а скоро просто сожрет их трава. Ну, блин, здесь еще есть. Это машина или просто кусок лежит какой-то? Я не знаю, это трансформер тут, бамблги, знаешь? Кстати, а вдруг здесь действительно трансформер кто-то из этих машин? Вот это, например, бамблби, да. А пойдем посмотрим. А еще, ты смотрел фильм, кстати, называется, по-моему, Кристина называется, про машину? Кристина? Да, которая машина звали Кристина, она была живая, она там, это фильм ужасов. Она там убивала всех. Нет, я такое дерьмо не смотрю. Че сразу дерьмо-то? Блин, смотрите, народ, труп змеи. И уже муравьи жрут. А кто это ее так интересно? Ну, неужели муравьи или она своей смертью? Старая, наверное. Слушай, но машина ее не сбивала. Нет, ее никто не сбивал, никто не переезжал, судя по всему. Вот так вот бывает. Зачем тебе палочка? Что, вот так вот ее взять на палочку и походить? Да? Помогать. Коровка здесь, здрасте. Тяле, да не будем мы тебя беспокоить, не переживай, мы вообще здесь цапель искали. Ребят, я не знаю, видите вы или нет, но очень интересная картина. Цапли стоят, одна возле каждой коровы. Видите, одна цапля возле коровы, еще одна возле коровы, там две аж возле коровы. Вот почему эта цапля охраняет корову? И приставили, типа, чтобы следили, чтобы никуда не уходили, блин. Ну, это реально очень странно. Чего они хотят, блин, чего они делают? Ну, а жизнь продолжается, снимаются новые видео, много нового чего интересного у нас в планах. Соответственно, на этом мы сегодня заканчиваем. Не забывайте подписываться на канал, на мой инстаграм тоже не забываем подписываться. Ну и ставим лайки, оставляем комментарии, естественно.